Реконструкции не будет. МБУ «Чистый город» приступил к сносу дома номер 7 по улице Смедовича. Централизованный стройзаказчик проверил строящиеся объекты в районе старого аэропорта. Работают не покладая рук. Наринмар-Доримстрой продолжает реконструкцию автомобильных дорог. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирины Нижалова. МБУ «Чистый город» приступил к сносу двухэтажного деревянного дома номер 7 на улице Смедовича. Напомню, ранее планировалось провести реконструкцию этого здания, чтобы сохранить исторический облик Наринмара. Но свои коррективы в судьбу Смедовича 7 внес человеческий фактор. Месяц назад, 22 июня, рано утром в двухэтажном доме произошел пожар. Дом номер 7 по улице Смедовича давно расселен. Последнего жильца выписали еще в декабре 2015 года. Но сносить дом не спешили. По инициативе общественников было принято решение признать этот дом подлежащим реконструкции для сохранения исторического облика города. Уже была составлена смета необходимых для реконструкции затрат. Этот дом предполагалось реставрировать в том виде, в котором он был. Но в связи с тем, что произошел пожар, и конструкции влияют на безопасность не только двора, там и улица Смедовича может обрушение произойти. Поэтому было принято решение начать именно с этого дома. Деревянные балки хорошо сохранились. Это видно невооруженным глазом. Внутри они выглядят как новые. Строение оказалось настолько прочным, что легкой техникой снести дом подрядчику не удавалось. Поэтому для этих целей привлекли экскаватор. Если бы не пожар, дом на Смедовича можно было бы сохранить. У нас есть понимание с окружной администрацией, что нам нужно в комплексе сохранить исторический облик города Наринмара. Сейчас проект разрабатывается и будет реализован. Поэтому исторические здания будут воссозданы. Но тем не менее, конечно, со своей стороны, я выражаю большое сожаление о том, что происходят такие мероприятия по причине, скажем так, не совсем корректного или даже можно назвать строже, то есть умышленного поведения некоторых граждан, которые совершают поджоги вот таких домов. Как в будущем будет выглядеть улица Смедовича, сейчас говорить рано. Но планируется, что при ее обустройстве будет учитываться мнение и предложение жителей города. У нас полномочия по строительству и архитектуре находятся в округе. Есть рабочая группа. В любом случае будут разработаны несколько вариантов. В любом случае мы будем обсуждать, как будет выглядеть, скажем так, центральная часть улицы Смедовича с населением города. Возможно, когда-нибудь улица Смедовича вернет свой прежний облик. На месте снесенных и еще не разобранных, но пострадавших от пожара деревяшек, появятся новые двухэтажные дома. Дома, о которых когда-то пелось в песне. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Строительство объектов в микрорайоне авиаторов окружной заказчик держит на контроле. Выездной рейд руководства централизованного стройзаказчика по строящимся объектам нового микрорайона авиаторов прошел накануне. Держать на постоянном контроле ход строительства социально значимых объектов в этом районе поручил профильному департаменту и его подведомственным учреждениям губернатор округа. Как показал выездной рейд, подрядчик заканчивает строительство детского сада на 220 мест. В соответствии с условиями госконтракта, объект должен быть сдан не позднее 20 августа текущего года. Сейчас на объекте ведутся работы по внутренней отделке помещений, устройству внутреннего инженерного обеспечения, обустройству территории. Заливается фундамент под детские игровые площадки и устанавливается наружное освещение. Еще один объект, ход строительных работ на котором проверили окружные заказчики в рамках рейда – жилой дом на 292 квартиры. Работой выполняет полюс «Жилстрой». Контракт с организацией был заключен в декабре 2016 года, со сроком исполнения в ноябре 2018. Объект строится в рамках долевого участия округа для переселения граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных непригодными для проживания или с высоким уровнем износа. Первые три секции дома подрядчик планирует сдать уже в этом году. При возведении жилого дома и детского сада используются стройматериалы, которые выпускает окружной завод «Заполярье». Следующий объект проверенный в рамках рейда – школа на 700 мест. На сегодняшний день разработаны котлованы, забито почти тысячи свай. Выполнена бетонная подготовка с гидроизоляцией под фундаменты двух зданий. Устанавливается опалубка, введется забивка свай под спортивный комплекс. Объект планируется к сдаче в ноябре 2019 года. Окружная администрация передала поселку искателей квартиры для расселения ветхого и аварийного жилья. Речь идет о 33 квартирах общей площадью более 2000 квадратных метров. В доме номер 4 переулка строительный. Объекты – 33 квартиры, построенные в рамках государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильям. Опыт – программа переселения из ветхого и аварийного жилья граждан. Согласен администрацию на принятие квартир имеется. По информации Департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта НАУ, на месте расселенных ветхих домов в поселке искателей будет построен новый современный детский сад. В поселковой администрации сообщили, что жилье будет распределено, как только завершится процедура оформления документов. Для завершения первого этапа программы по переселению из ветхого и аварийного жилья по поселку искателей в 2018 году предстоит расселить еще 36 квартир. Для этого в 2017-2018 годах запланировано строительство двух корпусов на улице Поморская, всего 47 квартир. В целом по округу первый этап окружной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья будет завершен после передачи квартир жителям окружной столицы в доме по улице Полярная. Как сообщили в Департаменте строительства ЖКХ, энергетики и транспорта НАУ, эти планы будут реализованы в начале следующего года. С начала 2017 года для переселения наринмарцев из ветхого и аварийного жилья администрация округа передала мэрии 132 квартиры. На реконструкцию автодорог региона в этом году направлено более 120 миллионов рублей. Реконструкция проводится на двух основных объектах – участке магистральной дороги, монтажников «Юбилейная» в поселке Искателей и по улице Октябрьской в Наринмаре. На обоих объектах подрядчиком является Наринмар-Доримстрой. Средства на реконструкцию выделены как из окружного, так и федерального бюджетов. В поселке Искателей продолжается реконструкция участка магистральной дороги монтажников «Юбилейная». Согласно государственному контракту, работы будут завершены в октябре следующего года. В текущем сезоне дорожниками в рамках реконструкции будет завершено строительство моста через захребетное курье. На сегодняшний день подрядчик закончил забивку свай мостового перехода и монтаж железобетонных опор. По данной дороге предполагается организовать отдельный автобусный маршрут. Также после завершения строительства участка на пересечении улиц Угольная и Юбилейная планируется установка светофора. Реконструкция автодороги по улице Октябрьская началась также в 2016 году, а завершится уже к началу осени. В настоящее время на объекте подрядчик выполняет установку трубопроводов и линии коммуникаций. К завершению работ на автодороге будет полностью заменено освещение и с двух сторон проложены тротуарные дорожки. На перекрестках с улицами Пионерская и Ваучейского будут установлены светофорные комплекты со звуковым сопровождением для слабовидящих граждан. Также на дорогах Наринмара и поселка Искатели будет проведен ямочный ремонт в рамках исполнения действующих контрактов по содержанию дорог. Дорожники также произведут диагностику мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, межевание земельных участков и установку светофорных объектов. Первая в регионе контейнерная автозаправочная станция откроется на улице Юбилейной. Она будет установлена на оцепке рядом с главной дорогой между Наринмаром и поселком Искателей. На данный момент подрядчик Наринмар Доримстрой по заказу Ненецкой нефтяной компании завершает подготовку площадки. Только после этого будет произведен монтаж конструкции и проведены пусконаладочные работы с участием представителей завода-изготовителя. Кроме того, на территории будущей заправки сейчас активно ведутся работы по обустройству подъездных путей. По информации поставщика, в состав контейнерной станции входит двухстенный горизонтальный резервуар с четырьмя камерами и две технологические площадки с топливораздаточными колонками. Это позволит хранить и продавать различные виды топлива. Контейнерные и заправочные станции хорошо зарекомендовали себя во время эксплуатации в других регионах России, в том числе и северных. Следующим этапом плана по модернизации автозаправочного комплекса компании станет реконструкция действующей АЗС, расположенной на улице Авиаторов. После этого обе автозаправочные станции будут иметь современный вид и возможности. В частности, предполагается внедрение системы оплаты по специальным картам постоянного клиента. На сегодняшний день в филиал нефтебазы ННК помимо комплекса резервуаров для хранения топлива входят две заправочные станции – АЗС номер 30 на улице Авиаторов и плавучая заправочная станция. На прошлой неделе она открыла летний сезон работы и начала реализацию топлива владельцам маломерных судов в круглосуточном режиме. С 2016 года все топливо нефтебазы закупают у группы компаний «Газпромнефть». Напомню, реализацией топлива для населения в Нинецком округе занимаются две компании – Нинецкая нефтяная компания и «Лукойл Север-Западнефтепродукт». Отчитались о работе. Прокуратуре округа подвели итоги работы за первое полугодие. Не доверяйте незнакомцам. В Наринмаре задержаны двое мужчин, которые продавали поддельные монеты по цене оригинала. Расширенное заседание коллегии прокуратуры под председательством прокурора Николая Егорова состоялось в Наринмаре. На заседании был представлен отчет об итогах работы прокуратуры в первом полугодии текущего года и задачах по повышению эффективности прокурорского надзора и обеспечению законности. Особое внимание было обращено на последовательную реализацию правозащитной функции. Прокуратурой округа обеспечивались права социально незащищенных категорий населения – пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Устранились нарушения прав граждан на оказание качественной и своевременной медицинской помощи. Как отметил Николай Егоров, по-прежнему многочисленные нарушения законности выявляются в сфере жилищно-коммунального комплекса. Органами власти всех уровней продолжают допускаться нарушения прав граждан при переселении из ветхого и аварийного жилищного фонда. Нерешенной остается проблема при строительстве социально значимых объектов. Причинами этого в том числе является недостаточность строительства в регионе нового жилищного фонда, которое в итоге привело к неисполнению в полном объеме первого этапа окружной программы переселения граждан. В этой связи полагаю, что органам государственной власти округа следует обратить особое внимание на данное направление и повысить эффективность реализации мероприятий государственной программы переселения граждан, ее надлежащее финансирование, в том числе на строительство новых жилых домов, государственную поддержку жителей округа по ипотечному кредитованию на приобретение жилья. А прокуроров требую обеспечить постоянный надзор за исполнением законодательства в данной сфере. Кроме того, не должно без внимания оставаться вопроса соблюдения застройщиками прав участников долевого строительства. Первый заместитель губернатора округа Михаил Васильев, выступая на заседании коллегии, отметил, что администрация региона продолжит сотрудничество с прокуратурой округа для решения актуальных проблем. Со своей стороны администрация округа всегда будет оказывать всю посильную помощь прокуратуре в этих работах. У нас с вами еще очень важная грядет пора – это выборы. Естественно, это важно и для нас, и для нас. Поэтому в этом направлении, я думаю, нам придется работать всем правоохранительным органам администрации, сообща, для того, чтобы было недопущено нарушение законности. В целях эффективного решения задачи укрепления законности и правопорядка, повышенной эффективности прокурорского надзора, на коллегии были приняты конкретные решения. Иван Никонов, Александр Бабрякович, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Жителям округа следует остерегаться подделок. Об этом население предупреждают правоохранительные органы. Окружные полицейские выявили двух граждан, прибывших из другого субъекта страны, которые пытались продать жителям округа сувениры в виде старинных серебряных монет. По внешнему виду данные монеты очень похожи с оригинальными, но при внимательном осмотре по весу, по гуртовой насечке, по элементам старения можно определить, что данные монеты являются всего лишь копиями, так называемыми репликой. Рыночная стоимость данных монет очень мала относительно той, которую запрашивают данные граждане. Стражами порядка у данных лиц изъято более 400 монет. В настоящее время по данным фактам проводится проверка. Танцам все возрасты покорны. Люди высокого возраста смогут освоить бальные танцы уже этой осенью. Занятия будут проводиться бесплатно. Окружную поддержку получил социальный проект по обучению бальным танцам жителей округа старшего поколения. Организовала его Федерация современного танцевального спорта города Наринмара. Проект получил финансовую поддержку из окружной казны в рамках конкурса грантов для социально ориентированных НКО. Сумма гранта составила 250 тысяч рублей. На эти средства общественная организация закупит специальное спортивное оборудование, которое поможет участникам проекта улучшить свою физическую форму. Занятия будут проводиться по специализированной федеральной спортивной программе двумя приглашенными педагогами – чемпионом по латинским танцам из Архангельской области и тренером по йоге. Группу для занятий сформирует региональное отделение Союза пенсионеров России. Тренировки начнутся в сентябре и завершатся в мае следующего года. Лучшие пары примут участие в соревнованиях по спортивным танцам на паркете «Арктик Данс», который ежегодно организует Региональная федерация танцевального спорта НАУ совместно с Дворцом спорта Норд. Обучение танцам будет проходить в стенах школы танца «Элит» бесплатно дважды в неделю. У жителей округа осталось меньше недели, чтобы выбрать фильмы для массового просмотра. Нинецкий округ винов присоединится к федеральной акции «Ночь кино». Картины из общероссийского списка можно будет увидеть в Дворце культуры Арктика 27 августа. Фонд кино совместно с Министерством культуры объявил интернет-голосование за фильмы, которые покажут в рамках акции. Шорт-лист включает 15 отечественных кинокартин. Голосование продлится до 25 июля. Как сообщают организаторы, участники голосования могут отдать предпочтение за любое количество лент из представленного списка. В него вошли «Время первых», «Ледокол», «28 панфиловцев», «Экипаж», «Три богатыря и морской царь», «Дуэлянт», «Викинг», «Притяжение», «Иван царевич и серый волк 3», «Кухня последняя битва», «Жених», «Смешарики легенда о золотом драконе», «Супербобровый», «Снежная королева 3», «Огонь и лед», «Елки 5». Наринмари «Ночь кино» пройдет в концертном зале Дворца культуры Арктика. Начало киносеансов запланировано на 20.00. Вход свободный. В прошлом году участниками «Ночь кино» в Наринмари стали более 400 человек. Тогда в рамках соглашения Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа и Федерального фонда социальной и экономической поддержки «Отечественная кинематография» были организованы бесплатные показы отечественных фильмов «Смешарики», «Батальон» и «Легенда номер 17». Акция проводится по всей стране второй год подряд и приурочена ко Дню российского кино. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Напомню, наши новости можно увидеть на сайте www.trksever.ru. Далее смотрите.